Это обитатели рая, это обитатели ада. Между ними есть асхабу а'раф. И сура названа именно аль-а'раф, преграды. А'раф, урф, говорится дословно, что это гребешок. У петуха бывает гребешок, то, что на высоте, на его голове. И он такой, как такая гора. Подобно этому, только большой-большой величины, которого не может быть, которую в этой жизни невозможно увидеть, самая высокая гора называется А'раф. В тот момент, когда Аллах ведет людей в рай, других людей ведет в ад, между ними будут на горе этой асхабу а'раф. Кто такие асхабу а'раф? Это те люди, в одном-то в Сирии говорится, у которых благие деяния сравнялись с грехами. И они весь этот, весь судный день выжидали и не знали, где они будут, в аду или в раю. Это очень страшное положение, инфидар. Это выжидание, миллионы лет, и человек не знает, он будет в аду или в раю. И не знает, и увидит, как будут людей заводить в ад, и как людей будут толпами заводить в рай. Также в другом Тавсире говорится, это те люди, которые вышли на пути Аллаха на джихад, но они плохо относились к своим родителям. И они умерли с шахадой, но даже с шахидом, будучи шахидом, не позволило им сразу зайти в рай, они выжидали свой судный день, свой час, куда они зайдут в ад или в рай. Поэтому, субханаллах, говорится, один из пришел к пророку Мухаммада, салаллаху а'алей салям, из Йемена, и сказал, О, посланник Аллаха, я пришел к тебе, чтобы делать джихад с тобой на пути Аллаха, субханаллаху а'аля, я тем самым хочу получить удовольствие Аллаха и вечности рай. Пророк Мухаммад, салаллаху а'алей салям, ответил ему и сказал, и тогда он сказал, но однако я оставил своих родителей в Йемене, которые плакали. Пророк Мухаммад, салаллаху а'алей салям, сказал, Вернись к ним и заставь их смеяться, так же, как ты заставил их плакать. Муавия бни Харифа пришел к пророку Мухаммаду, салаллаху а'алей салям, и сказал, я, Расулу Аллаху, уриду джихада ма'кафи сабили Аллах, уриду бидалека ваджхаллаху а'ддарал ахира. О, посланник Аллаха, я пришел к тебе, дабы пойти с тобой на джихад, хочу тем самым получить удовольствие Аллаха и вечности рай. Пророк Мухаммад, салаллаху а'алей салям, спросил, а умму кахайя, твоя мама живая? Кала, наам. На что он сказал, да. Вернись к ней и хорошо относись к ней. Потом я подошел к нему с правой стороны и сказал, о, посланник Аллаха, я хочу с тобой пути на пути Аллаха выйти, тем самым хочу, лик Аллаха, удовольствие Аллаха и вечности рай. Пророк Мухаммад, салаллаху а'алей салям, сказал, горе тебе, твоя мама живая? Кала, наам, я, Расулу Аллаха. Сказал, да, посланник Аллаха, вернись к ней и хорошо к ней относись. Подошел с левой стороны и сказал, я, Расулу Аллах, я хочу выйти с тобой на джихад на пути Аллаха, хочу тем самым получить награду от Аллаха, его лика, его удовольствие и рай. Кал, вейхик, я, Муавия, о, Муавия, твоя мама живая? Твоя мама живая? Кала, наам. Сказал, да, фабарриха, фаджиту ан-ямами. Я пришел к нему в лицо, подошел и сказал, я, Расул Аллаха, и не уриду джихада ма'кафи сабили Аллах, уриду бидалека ваджи Аллах в аддар аль-ахира. О, посланник Аллаха, возьми меня с собой на джихад, я хочу получить дликое удовольствие Аллаха и вечности рай. Он взял меня за одежду и сказал, я, Муавия, вернись к своей маме, твой рай под нее ногами, сказал пророк Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Также Асма, бинт Абу Бакр, дочь Абу Бакра, пришла ее мама, она была в тот момент неверующей и хотела с ней наладить отношения. И она пришла к посланнику Аллаха и сказала, О, посланник Аллаха, моя мама пришла, но она неверующая и хочет со мной поддержать отношения. Пророк салаллаху алейхи ва салям сказал, поддержи с ней отношения, поддержи с ней отношения, поддержи отношения с твоей мамой, несмотря на то, даже если она неверующая, сказал пророк Мухаммад салаллаху алейхи ва салям. Поэтому один тафсир, говорится, это те люди, у которых благие деяния сравнялись с плохими, и в другом тафсире это те люди, которые вышли на джихад, умерли на пути Аллаха но однако их родители не были ими довольны. И они все это время выжидают.